Итак, в йоге дыхание, или то, что управляет дыханием, мы называем курманади. Знаете, что такое курма? Не корма. Нет, я видел, некоторые уже начали облизываться. Курма означает «черепаха», земноводное существо. Она живет в воде, но также может и выходить на сушу. Вы сможете стать земноводным существом, если овладеете курманади. Это означает, что вы сможете находиться в теле, но быть немного вне физической природы. Ведь таково ваше желание. Ваше желание не в том, чтобы навсегда покинуть физическое тело. Вы хотите и дальше оставаться в нем, но при этом ощутить вкус того, что находится за пределами. У человека всегда есть такое желание. Все, что вы делаете, пожалуйста, задумайтесь, завоевываете новые земли, выходите замуж или женитесь, производите на свет детей, выпиваете, ходите в храм, употребляете наркотики, что бы вы ни делали. По сути, все, что вы ищете, это только больший жизненный опыт. Не так ли? Да или нет? Единственный способ усилить ваш жизненный опыт — расширить ваше восприятие. Если ваши глаза смогут видеть то, что сейчас они видеть не способны, ваш опыт усилится. Если ваши уши смогут услышать то, что вы сейчас слышать не можете, ваш опыт усилится. Так что ваш опыт усиливается только когда ваше восприятие улучшается. Иначе вы лишь продолжаете воображать что-то в рамках той ограниченной информации, которую уже набрали. Да, единственный способ улучшить восприятие — это расшириться или выйти наружу. Итак, Курманади. Дыхание называется Курманади, потому что, если вы используете его правильно, вы сможете стать словно амфибия. Сможете быть в теле, но при этом выглядывать за его пределы. Это словно веревка. Допустим, сейчас мы вытянем из вас ваше дыхание. Что произойдет? Вы и ваше тело распадетесь. Сейчас, по вашему опыту, вы — это тело, сидящее здесь. Но рис, маринованный тамаринт, карри — все это было набрано и теперь сидит здесь. Да или нет? Да. Это еда, которую вы съели. Это накопление. Вы понимаете, что это накопление. То, что вы накапливаете, может быть вашим, но никогда не может быть вами. Не так ли? Да? Я могу сказать «это мое, это мое», но если я скажу «это я, это я», значит, я сошел с ума. Не так ли? «Все, что вы накапливаете, может быть вашим, но никогда не сможет быть вами». Итак, если я заберу ваше дыхание, вы и то, что вы накопили, разъединитесь. Вы и ваше тело отделитесь друг от друга, иначе говоря, это дыхание, или по-другому курманади, связывает воедино вас и ваше тело. Когда мы говорим «курманади», мы говорим не только о прохождении воздуха. Сейчас вы не способны ощутить дыхание. В том смысле, что сейчас вы можете думать, что наблюдаете за дыханием. Но это не так. Вы замечаете только ощущения, вызываемые дыханием. Вы не способны познать само дыхание. Итак, дыхание, или то, что создает эту структуру, то, что направляет эту структуру, мы называем курманади. Если вы получите некоторый контроль над этим, вы станете земноводным существом. То есть вы будете прочно закреплены в физическом, но сможете отважиться выйти за его пределы. Если в жизни человека возникает такая свобода, внезапно вы узнаете, что есть другая возможность, что есть что-то за пределами физической природы, что бы вы не переживали в этом физическом коконе, это еще не все. Вы познаете совершенно иное измерение жизни. Если вы это познаете, если в вашей жизни будет момент переживания за пределами вашей физической реальности, смерть перестанет быть проблемой, не так ли? Если вы познаете жизнь за пределами своего физического тела, смерть перестанет быть проблемой. Смерть является большой проблемой только если вы не знаете ничего, кроме тела. Когда смерть угрожает забрать его, в людях возникает ужас. Просто потому, что вы теряете всё, что вам известно. Если бы вам было известно нечто за пределами тела, внезапно это перестало бы быть такой большой проблемой. То, что мы смертны, — не проблема. Это решение всех наших проблем. Если бы вы, скажем, будете продолжать жить ещё миллион лет, вот проблема, не так ли? Мы должны прожить свой срок, а затем уйти. Это же хорошо.